Друзья, всем привет! С вами Анатолий, мой канал Метро 275. Сегодня 9 мая 2020 года, и я считаю, что пришло время ответить на вопросы, которые вы мне задали вот под этим видео, спросив в комментариях, от 1 мая. Я обещал дать ответы после 10 мая, но считаю, что уже никто ничего не спросит и что можно вполне себе отвечать. Итак, поехали. Итак, давайте вам покажу полностью список, кто спросил. Начнем с первого вопроса от Светушканчик. Здесь их сразу несколько. Первый вопрос. Что вдохновило заняться фото- и видеосъемкой транспорта? Довольно неоднозначный вопрос. К транспорту у меня тяга началась с самого детства. Первым фотоаппаратом, если можно так сказать, у меня был мобильный телефон. Мне было 14 лет, и первый фотоаппарат появился в 15. Именно тогда я понял, что буду заниматься именно фото и видео, а не вовсе работой на транспорте. Именно с 2009-2010 года и началось мое увлечение фото- и видеосъемкой. И до сих пор, вот уже 10 лет, я этим занимаюсь. И, надеюсь, увлечение мое продолжится и будет также радовать вас в будущем. Второй вопрос. Приходилось ли рисковать здоровьем или даже жизнью ради интересного контента? Ну, здесь давайте вот, чтобы был очень хороший ответ на этот вопрос. Перейдем в YouTube, и я покажу это самое видео, и даже расскажу маленькую предысторию, которая подведет нас к этому вам ответу. Итак, Донецкая железная дорога. И сейчас я его найду. Вот Донбасс, заброшенная железная дорога, первая и вторая часть. Так, возвращаемся. Именно это был тот случай, когда я действительно рисковал жизнью ради интересного контента. Это был сентябрь 2019 года. Я решил отправиться на недействующий на то время перегон Константинов-Кадылеевка. Опять же, на Донбассе были боевые действия, а движение на том перегоне было завершено летом 2014 года. Я бы мог запросто подорваться, например, потому что не исключено, что врук бы там было что-то заминировано. Но, тем не менее, я отправился туда. К огромному счастью, все прошло успешно. Похоже, это был именно тот самый случай, когда я действительно рисковал жизнью, не зная о реальном состоянии перегона местности, и не зная о том, можно ли там вообще находиться. Потому что, ну, боевые действия – это дело такое, а места там глухие, никто там не ходит. Я был там первым, и поэтому могло произойти все, что угодно. К счастью, все обошлось. Вот тот самый случай, когда я действительно рисковал. Итак, далее. Вопрос также от Светушканчик. Хотел бы посетить другие страны, какие, если не секрет. Не секрет, хотелось бы посетить ближайшую ко мне Ростовскую область, а именно участок от Успенской до Марцева и участок от Таганрога до Ростова. Но ввиду того, что в данный момент сейчас состоянием на 2020 год все так же существует временно неподконтрольная территория, мне приходится пока ждать, так как очень большое расстояние придется делать, чтобы попасть в эти самые места. На самом деле они от меня довольно недалеко. Но состояние, которое сейчас, оно мне крайне мешает. Итак, следующий вопрос от Павла Дроздова. Скажите, вы загружаете какие-либо материалы на сайты Тринпикс, Трансфото, Фотобус и так далее? На Тринпиксе есть учетная запись, однако я ей не пользуюсь. На Трансфото, он же СТТС, я заблокирован по собственному желанию. И на Фотобасе я никогда не публиковался, и нет у меня учетки, и автобусы как-то не привлекают. Далее, Вальдемар Счастливчик спрашивает, хочешь стать машинистом метро? Ну, начнем с самого первого вопроса, насчет фото-видеосъемки. Именно тогда я понял, что работать на транспорте, скорее всего, это не мое. Работа и хобби, к сожалению, здесь не соотносятся. К тому же, работая, фотографировать явно не удастся. Итак, следующий вопрос. Будете снимать в Лимане? Будут ли еще обзоры на поезда, как на Константиновка-Киев? Опять вернемся к видео. И я вам покажу, почему именно такой вопрос, что это за обзор, чтобы было понятно. Сейчас найдем, найдем, найдем. Вот об этом обзоре речь. Дешевый поезд Константиновка-Киев. Возвращаемся обратно к вопросам. Буду я снимать в Лимане? Если я буду там проезжать, если у меня будет время, обязательно постараюсь там что-нибудь заснять. Будут ли еще обзоры на поезда? Скажу вам, что не столь-то и много поездов, на которых я могу ездить. Поэтому зависит по ситуации. Иногда еду с вещами, поэтому там ни о каких обзорах речи быть не может. Обзор, как на поезд Константиновка-Киев. Если будет поездка, но, скорее всего, она будет на этом же поезде. Ну, я постараюсь, но ничего не гарантирую. Далее вопрос от Виктории Авдеюк. Чего вы снимаете троллейбусы, если канал про железную дорогу? Канал, скорее, не про железную дорогу, а про транспорт в целом. Поэтому считаю, что троллейбусы – это дополнение в разнообразии к контенту на канале. И к тому же это тоже транспорт. И тоже иногда можно его заснять Далее Алексей, 17.05.04 спрашивает. Какой ваш любимый троллейбус или трамвай? Наверное, этот вопрос был бы актуален в 2011 году или в 2012. Сейчас я снимаю транспорт в целом. Не могу сказать, что прям такое уж любимое. Далее Герхард Мюллер спрашивает. А для чего тогда АСК-ФМ? Ну, к сожалению, эта сеть АСК-ФМ с вопросами, она, честно говоря, так себе. Вопросы задают не люди, как мне показалось. Вопросы задают боты. И полезных вопросов нет. Только откровенная чушь, связанная с отношениями и так далее. Поэтому я ей не пользуюсь. Далее. Вот с таким ником 3Ха спрашивает. На какую камеру снимаете видео? Ну, всё на ту же. Canon SX500 ES. Второе. Машинисты и люди ругаются. Ну, это уже зависит от ситуации. Иногда локомотивные бригады недовольны тем, что я снимаю. И принимают это на свой счёт, думая, что я снимаю именно их. Насчёт людей, конечно, бывают иногда разногласия. Люди, к сожалению, в большинстве своём не понимают, что можно снимать железную дорогу. И бывают вопросы. Бывают иногда бдительные граждане, которые готовы позвонить в полицию или в СБУ. Но до таких случаев пока не доходило. Далее. В Бахмуте поснимать не планируешьте? Насчёт Бахмута. Пока я этот город не рассматриваю как для фотосъёмки. Но со временем подумаю. Если получится, обязательно буду там и что-нибудь засниму. Даниил Кветкин спрашивает. Есть планы посетить тепловозную ветку Дон ЖД Купинск-Лесичанск-Побасная? Ветка расположена, к сожалению, очень невыгодна для меня. Время в пути займёт долгое. Поэтому мне придётся, если я туда поеду, то придётся где-то переночевать, где-то вообще по пути, вдали от родного дома. Поэтому пока я эту линию не рассматриваю. Причём мне невыгодно заезжать как со стороны Купинска, если я буду в Харькове, так и со стороны своей Константиновки. Побасная, к сожалению, очень невыгодно расположена. Далее. Есть информация, сколько зарабатывают машинисты ЮЖД или Дон ЖД. Просто у меня есть желание работать в будущем либо в Харико, либо в Лимане, ну или в Попасной. Нет, к сожалению, я не располагаю такими сведениями. Мне это неизвестно. Далее. Почему не сделать стрим? Спрашивает Хоппер. Начнём с того, что порой качество интернета не позволяет мне сделать стрим. К тому же, об этом следует объявлять заранее, да и в конце концов, я могу быть попросту не готов. Поэтому мне намного лучше задать вопросы в таком оффлайн-режиме под такого рода видео, а я уже смогу на них адекватно и нормально ответить. И, наконец, завершающий вопрос. Вот, маэстро Лука Спам. После пандемии у вас есть планы поехать за границу и заснять местный подвижной состав? Нет, планов поехать за границу у меня нет. И вопрос о заграничном подвижном составе само собой отпадает. Ну, а, в принципе, даже карантин, который вот сейчас, в принципе, он не мешает мне снимать. Но, однако, проблема лишь в том, что отсутствуют электрички и пассажирские поезда. Поэтому приходится запасаться терпением и подолгу ждать на перегоне. Итак, на этом вечер вопросов и ответов закончен. Сегодня 9 мая. И я ответил на все вопросы, которые были в этот раз. Я надеюсь, это видео не последнее, но в следующий раз такой формат будет мной запланирован аж на август 2020 года. Благодарю всех за просмотр. Всем всего наилучшего. С вами был Анатолий и мой канал Метро 275. Желаю всем всего хорошего и до встречи на канале.